Поехали! Давайте дадим на матч Думпера 3! Думпера 3! Решили еще раз... Решили еще раз... Решили листнуть еще раз... Посмотрите, снова Камиллы выиграли дампорт. Ушел керриц, ушло 2 церби сразу же... …используют перг Дизы Сипи Фэнджеллс... Он либо один, либо... Более того, Камилла Мпай еще использует джамп, То есть, на бал пытаются заджамить, это иконка попытки. Две цербы и Керрис Дампера, но сейчас потихонечку вырезают Маледикшена, который единственный остался не под электроникой. Видно, что конфессоры его сейчас с Аврор очень хорошо срезают, очень хорошо видно анимация эта. Причем, он в Маледикшене и стоял, и вот как раз он... Да, да, и он пытается конфессора с себя снять, и без результата. Видно, что в шарп многие конфессоры. Ой, да, и минус Маледикшен. Посмотрите на эти дампера, у вас есть дампера на сербрисе, Конфессоры под пейнтера начинают получать. В общем, до сих пор это получают. Наконец, пошел добавь по конфессорам, видно, что терапидки заряжают. И... Да это очень больно, на самом деле. Конфессора фактически ваншотает. Видно, что одна дампера такая осталась на Маледикшене, и видно, что это попытка, чтобы его не шотнуло. Мы успели ее переложить. Следующий Маледикшен у нас. Ну что ж, сейчас умрет второй конфессор, и у ребят есть большие шансы просто протянуть бой как минимум. Мне кажется, что Наверное, должен его прозанковать, этот конфессор, когда он должен фокусить. Я бы отметил, что сейчас две цербы попали по скрипке. Следовательно, даже потеряв конфессор, скорее всего, две цербы будут в итоге съедены. Да. А вот что будет дальше, уже неизвестно. Да, она может очень долго развивать, на самом деле. Тут, к слову, цербы только что должны были уехать в перезарядку, и увидим, что конфессор благополучно выкачивается. Логистом. И дамак уже пошел именно по логисту. Ну, это каннибал, скорее всего, плюс дрончики. Действительно, там перезарядка должна быть плюс-минус. Может быть, она сейчас уже кончится. Мы видим, что одна церба, нет, две цербы стреляют, до сих пор стреляют две цербы. Каким-то образом цербер смог вырваться из-под сеток, и второй цербер тоже смог вырваться. Очень интересно. Ну, второй пока под скрипком, вот один, которого правил уже нет. И опять, да? Он так-то опять залетел, или вот догнали? Хоть догнали, там лагом въедет. Очень мало сейчас дамага с Камилом Пая. Хотя АТК-бар у них, в принципе, довольно-таки большой, но дамага реального там очень мало. Видно, что пытаются убить Анейрос, который выкачивается, и, быть может, даже он тонканет на себе спокойненько, а конфессоры не пробить не смогут. Посмотрим. Ну, бесконечно, наверное, вряд ли сможет трех дамагеров тинковать. Вопрос, зажуют эту цербу все-таки или нет? Я вот... Черт, меня есть торжа, нет? Сейчас они цербами зачем-то стопились. Я в плот, и церба сейчас улыбкает. Это не означает. И тем более, что у церберов нет никаких нейтриков, ничего такого полезного в Клазде. Не понимаю, зачем, учитывая, что там дамп видны, и пейнтеры... Нафига? В Клазде зато драться. По-моему, это не хамлы. Нет, это это ракеты, то есть они зачем в Клазде, И потерей только что цербу, и сейчас очень быстро утекает вторая церба. Ну, тут, по-моему, все-таки ошибка. На кайте им было бы полегче, учить то, что у них еще и дамп есть. Причем дамп, судя по всему, не на Дом Короля, потому что он там и Даммейшн, а и Нерес, и, наверное, на Дампе. Правда, и, наверное, зачем опять-таки в Ультр-Клазде в 100 метрах от длики? Я тоже, честно говоря, не смог понять, как это произошло. Вполне возможно, что Конфессор смог там как-то подрезать церберус. Можно поздравить Кэмова с победой. Ну, второй ты смог вообще. К любому смог утрепить, если бы хотел, потому что его никто не удержал в долгое время. Там, на самом деле, было видно, как они перенесли дамп на Нерес. Этого дамага было как-то очень мало, и будто дамп неожиданно пропал, хотя рапидки по анимации еще не были в Перезряторе. А мне кажется, что Нерес очень танкованный. Там, думаю, дуал репы и больше на свою откачку, чем на чужую. Да, интересно, Конфессор упал. Там, на самом деле, даже в дуал репе. У тебя рябки превосходно влезают. Ну что ж, остался один ценобал, который, в принципе, изначально там был таким довольно-таки бесполезным парнем. Еще и он пулеметный, сейчас превосходно видно анимацию. Ну да, больше ничего здесь, конечно, не убьет. Максимум, что он сможет не подавить очки к драгам, но я не знаю, как он расчетывает. Я, когда мы обсуждали вот этот вот данный сетап, еще тогда обратил внимание, что две ЦРБ выглядят классно, но ценобал выглядят лишним абсолютно, потому что дамаг он не может уносить. Нужно быть близко, а иногда быть близко – это равно смерть. Ну вот как произошло с ЦРБ, собственно, они были близко. Да, то есть латница на бал, который там был, они могли первым отдать ценобал, который тут достопился и попытался бы взять на себя дамаг и выбрать премию. Либо они такие, нижаться на дистанции. И вот этот маневр ЦРБ мне до сих пор не понятен. Возможно, мы не увидели, что их как-то расхватали, но я точно видел, как упали все спинки, и я увидел, что у них апнулась скорость. Ну, второе, в любом случае, АСК его держали достаточно плотно, его там отпустили на какой-то момент, опять держали, ладно. Но вот Биттер точно мог выехать, вот по-любому. Вот сейчас видно, как конфессор поймался на балл, и, собственно, на этом Кэмил Эмпайм второй раз у нас побеждает. И формат Домнейшн, а наэрос малых два конфессора можно вычеркивать формат Серберуса, и команда СТО Фэнджел до сих пор остается. Да я бы его тоже вычеркнул, потому что что-то он себя не показывает. Ну, тут уже решат СТО Фэнджел, посмотрим. По-моему, ребята не очень хотят набивать Синобал. То есть, ну, с одной стороны, против конфессора... А, давно спапливается, да, Синобал, с конфессора там. Я совершил, что сейчас конфессор не дамажит. Ну, вот иглесетки сейчас Синобал. Да не важно, так ли иначе до мной его сейчас догрызет. Знаешь, какой интересный момент был? Я сейчас посмотрел конфессор, когда оказался под гейтриком, перестал стрелять. Либо это как-то специально было сделано, либо конфессоры без кап-бустера с фулл электроникой. Возможно. А может, его там уже замучили настолько, что его уже плево. Ну, это так. Это было небольшое отступление. На самом деле, я понимаю, почему Церберы и Каннибал, они заточены против антименов. Как антименов. То есть, против конфессоров, по идее, сетап хороший. То есть, убить быстро конфессора они действительно должны. Мне кажется, может быть, им не стоило на нейрос приключаться, а добить идеально второй конфессора, а потом уже заниматься логистом. Который казался достаточно прочным товарищем. Тут, знаешь, у меня другой вопрос, на самом деле. Возможно, мой вариант, конечно же, проигрышный. Мне просто было бы интересно, что было бы, если бы они начали начать боя праймерить Анейрос. Всем дамагом в перегреве. Возможно, они бы и так и не пробили его. Ну, да. Возможно, не пробили. Вот если бы они его пробили, бой закончился совсем по-другому. Но не факт, что это... Я не считаю эту стратегию неправильно, и мне просто было интересно. В любом случае, убийство конфессора здесь было бы куда актуальнее, потому что как только конфессоры умирают, Кэмиллы перестают дамажить, потому что давно они способны на полу догнать Соло. А учитывая, что она хамловая, то она может дамажить, только догнав противника. Ну да, и катить можно было достаточно долго, но, единственное, опять-таки, все-таки Каннибал здесь, мне кажется, лишний. Можно было взять какой-то еще один ракетный, дроновый шип. Любой шип, который смог бы наносить на расстоянии, там, больше 30 км.